Дорогие друзья, мы продолжаем изучение сихот, беседы для Бабюческой Арабы по недельным главам. Сегодня наша недельная глава Беху Котай. Медраше, Торат, Куани, мудрецы толковали стих Торы, и даст земля свой урожай. Так, не таким образом, как она это делает сейчас, а таким образом, как она это делала при первом человеке. Откуда мы знаем, что в будущем земля будет давать урожай в день посева? Поскольку написано, память сотворил он чудесам своим, еще сказано, да произрастит земля зелень, траву. Это учит нас тому, что в день посева она уже давала плоды, и дерево полевое даст свой плод. Не так, как сейчас, а так, как это было при первом человеке. В тот же день, когда она была посажена, она уже давала плоды. Откуда мы знаем, что в будущем само дерево будет съедобным? Написано, дерево плод, что можно было бы понять, как дерево плодовое. Но это не может быть, чтобы здесь имелось в виду, что дерево дает плод, поскольку уже сказано, дерево плодоносящее. Раз так, зачем написано дерево плод? Не иначе, как для того, чтобы сообщить нам, как плод его съедобен, так и само дерево съедобно. Откуда мы знаем, что в будущем деревья, не дающие съедобных плодов, начнут приносить съедобные плоды? Написано, дерево полевое плод свой даст. Подобные выражения о том, какие значительные, чудесные изменения произойдут с материальным миром. Подобные изменения мы находим у мудрецов. Такие описания. В нескольких местах, например, в трактате Ктубот. В будущем земля Израиля произрастит булки из белой муки и шелковой одежды. В будущем пшеница будет вздыматься, как пальма, и достигать вершин гор. В будущем пшеница будет, как две почки большого быка. И с этим следует разобраться. Ведь Рамбам, описывая положение дела в будущем, писал, и весь мир не будет заниматься ничем иным, как познание Бога, кроме познания Бога. И поэтому станут евреи великими мудрецами и сведущими в скрытых вещах. И постигнут они знания Творца. Насколько хватит на это человеческих сил, как сказано, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами. Естественно, когда евреи достигнут такого величия, такого уровня, не будут иметь никакого значения материальные чудеса, упомянутые выше, которые произойдут с плодами земли, выражаясь языком самого Рамбама, и всяких явств будет иметься, как праха земного. Очень-очень много. Конечно, ясно, что есть польза от этих вещей, поскольку положение, когда благ будет в изобилии, позволит, чтобы евреи были свободны для принятия, для занятия Торой и мудростью, и не будет никто им мешать и требовать от них чего-либо. И все же, зачем так пространно обсуждали наши мудрецы обилие материальных явств, которые нас ожидают, как будто это само по себе нечто особенное и важное. На самом деле, подобным образом уже задавались комментаторы по поводу награды за исполнение заповедей, которые упоминаются в нашей главе. Если вы по усталу моим будете поступать, и заповеди мои соблюдать будете, исполнять будете, то я дам вам дожжи в срок. Писание подробно обсуждает вознаграждение, по большей части материальное, за исполнение заповедей. Но ведь награда за заповедь – это в первую очередь духовное благо и польза, что является истинным благом и пользой. Чтобы это объяснить, комментаторы опирались на слова Рамбама о том, что все эти обещания в нашей главе не являются, по сути, наградой. И все блага, упомянутые здесь, в этой главе, указывают лишь на удаление препятствий. Другими словами, если, мол, будешь ты соблюдать заповеди мои, я удалю от тебя все, что препятствует, как то войны, болезни, голод, бедствия, чтобы мог ты служить Богу, но не ради тех наград и не из-за страха наказания. Вот такая замечательная идея. Замечательного дня и прекрасной новой недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!